Участок работ на Советской Армии в районе Старозагора очень сложный, рассказал Максим Рябенко, исполнительный директор ресурсного предприятия. Трубы залегли на глубине 6 метров под коммуникациями водоканала, энергетиков и связистов. Задача заменить их и поместить в бетонный короб. Над этим с начала мая круглыми сутками трудится 30 рабочих и несколько единиц техники. Уже на этой неделе эстафету теплоэнергетиков подхватит водоканал. Он заменит три своих трубы. Затем дорогу заасфальтируют и благоустроят. Автомобилисты смогут свободно ездить по Советской Армии ближе к лету. Администрация города пошла навстречу и мы совместные такие работы. Город, мы и водоканал поменяем по сути все коммуникации под данные проезжей части. Мы по сути этой работой начинаем ремонтную кампанию по подготовке к отопительному сезону системы теплоснабжения. А вот ремонт теплотрассы диаметром полметра на улице Рабочей от Никитинской до Арцебушевской начнется не раньше следующей недели. Работать мешают шесть гаражей. Они стоят прямо над трубами в охранной зоне. Владельцев попросили убрать незаконные постройки, но пока никто из них не отреагировал. К сносу гаражей подключились городские власти. Уведомления были вывешены в четверг на прошлой неделе. Как мне администрация сообщила, что в течение недели вся эта процедура проходит и только в следующую пятницу, ну вот в эту пятницу они смогут убрать эти гаражи. Давно запланирована здесь перекладка этих сетей. Поэтому, чтобы зиму нам нормально уйти, вот опять на сезонную, надо переложить этот участок обязательно. Во время капитального ремонта теплоцентрали горячую воду самарцы получают через резервную сеть. Как только на отдельном участке работы завершаются, потребители переключают на основную трубу. По такой схеме работали и на улице Молодогвардейской, между студенческим переулком и улицей Ульяновская. Здесь заменили трубы диаметром 300 миллиметров. Объект планируют сдать в эксплуатацию раньше срока на 10 дней. Сергей Кизоркин, Николай Сидоров. События.